Продолжение следует... Какие санкции были введены против России после 24 февраля 2022 года и какие последствия для российской экономики были, как для макроэкономики, так и для отраслей. Санкции, введенные после 24 февраля, можно разделить по большому счету на несколько категорий. Это санкции финансовые, санкции энергетические, санкции на технологии, транспорт и логистика. И такие некоторые... санкции, не санкции, но действия компаний, уход компаний с российского рынка, которые в общем санкции, наверное, записывать мы не будем, поскольку это не действия других государств, но тем не менее на экономику, на российскую это серьезно повлияло. Микрофон. Сейчас, одну секундочку. Антон Валерьевич, хочешь что-то добавить? Да. Хочу добавить, на самом деле, хотя формально это санкциями не является, но с бытовой точки зрения наибольшие неудобства доставляют как раз действия компаний, то есть прекращение платежей по картам, по внешним транзакциям, уход сетей, в том числе как бы занимавших, ну если не монопольные, то доминирующее положение, что, соответственно, в бытовых информационных технологиях, что на потребительском рынке, то есть если спросить, скажем так, рядового человека, что является санкциями, то скорее всего рядовой, даже не рядовой человек в качестве санкции упомянет как раз то, что формально ими не является, является действиями компаний. Пожалуй, единственное такое крупное исключение заметных бытовых санкций – это авиация, это решение Евросоюза и других государств. Во всех остальных вопросах наибольшее влияние на текущую жизнь оказывают именно действия компаний. Да, ну, собственно, перечислять, наверное, ключевые какие-то санкции по этим направлениям я не буду, это на слуху у всех более-менее, они представлены на слайде. В ответ на введение вот этих вот санкций был введен ряд как контрсанкций, так и защитных мер российским правительством, которые касаются и фондового рынка, и той же авиации и так далее. Вот, ну, соответственно, давайте перейдем к разговору про последствия, да, прошу прощения. Все введенные санкции так или иначе по разным каналам, я извиняюсь, у меня почему-то прыгает презентация, по разным каналам повлияли на различные сектора российской макроэкономики. Да, понятно, что на экономический рост это влияет все в совокупности, ну, и, соответственно, прогнозы по экономическому росту сейчас невеселые, и, несмотря на некоторые улучшения прогнозов как российских, так и международных аналитических структур летом 2022 года, да, после очень-очень таких драматичных прогнозов весенних летом, становится понятно, что, кажется, более-менее российская экономика оказывается более устойчива, чем предполагалось, прогнозы улучшаются, да, но сейчас, наверное, можно говорить о очередном ухудшении прогнозов, правда, больше не в связи с санкциями, в связи с внутренними событиями. Соответственно, структурная трансформация, да, о которой так много говорят в последнее время, по большому счету предполагает упрощение экономической деятельности, ну, и соответствующее падение экономического роста. Причем, если в начале весны, весной ожидалось падение экономического роста в 2022 году и дальнейшее восстановление, то теперь прогнозы все-таки пересмотрены на менее резкое падение в 2022 году и дальнейшее падение в 2023 году. Да, и с этим соглашаются и Банк России, и другие российские структуры, которые прогнозы делают. Микрофон. Сейчас, одну секунду, да. Третий микрофон, так. Соответственно, я бы добавил следующую вещь, что, как бы, есть реальные процессы, происходящие в экономике, есть их отражение в статистике. Соответственно, мы видим, например, что какие-то процессы, которые, ну, скажем так, чувствуются на потребительском рынке, они меньше отражаются в статистике роста, потому что, например, все было достаточно хорошо из-за высоких цен, и из-за, скажем так, дизлокации на топливных рынках с чистым экспортом. То есть резко упал импорт, и только, как бы, к осени начал восстанавливаться, и зато существенно вырос в деньгах экспорт. За счет этого, собственно говоря, экономика просела в этом году меньше. Вопрос, за счет чего будет происходить, может происходить восстановление в следующем году, и что будет демптировать потери. И здесь надо, опять же, понимать, что, скажем так, большие бюджетные расходы, в том числе связанные с силовыми операциями, способствуют улучшению статистики роста. Только рост этот такой, как сказать, специфический. Вот, и надо понимать, что на уровне ощущений, даже если рост будет, соответственно, будет небольшое падение или маленький рост, он будет в тех секторах, которые, как бы, на текущую жизнь и на потребители сказываются в меньшую степени. То есть надо, как бы, это держать всегда в голове. Соответственно, одна из сфер российской экономики, состояние которой повлияет на экономический рост, это рынок труда. Мы про него подробно говорили в летнем нашем вебинаре про рынок труда. Можно найти доклад и запись на сайте, почитать. Ну, соответственно, если вкратце, да, то на рынок труда в первую очередь влияет как раз уход существенного количества зарубежных компаний с российского рынка, да, то есть сокращение рабочих мест с одной стороны и отъезд как высококвалифицированной, так и низкоквалифицированной силы из России. И, да, соответственно, это тоже фактор, который на рынке труда будет формировать новое какое-то равновесие. Ну, вероятно, с учетом структурной трансформации это будет какое-то равновесие, да, с более упрощенным производством и переориентированием экономики на какие-то с одних отраслей на другие. Ну, и кроме того, опять же, говоря о статистике, которая не всегда отражает происходящие экономические процессы, да, статистика по безработице весьма хорошая, но это, как мы уже обсуждали летом, связано в первую очередь с существованием безработицы в скрытой форме, простой, неполный рабочий день и так далее, и так далее. Как себя чувствует крупная составляющая ВВП, да, потребление и инвестиции? Соответственно, мы видели весной 2022 года пик потребления, ажиотажный спрос, причем сначала люди покупали запас непродовольственных товаров, да, первый пик – это закупка непродовольственных товаров, дальше был небольшой пик формирования каких-то запасов продовольственных товаров, да, ну, как таких квази-инвестиций, ну, для именно на индивидуальном уровне, да, ну, запасли соль, крупу и так далее. Вот, после этого потребление замедляется, ну, что достаточно естественно, после какого-то ажиотажного всплеска, и оно замедляется достаточно долго, и, на самом деле, до сих пор, в общем, оно продолжает постепенно замедляться, замедляться, замедляться. Вот на верхнем левом графике черная линия – это данные Сбериндекса по всем товарам и услугам, мы видим, что потребление так медленно-медленно-медленно падает. Вот, ну, соответственно, по разным категориям товаров, по-разному, но тем не менее. Инвестиционная активность тоже снижается, тоже по понятным причинам. Ну, во-первых, при высоком уровне неопределенности в ситуации кризиса, да, инвестиции вообще практически не осуществляются, ну, кроме каких-то там фундаментальных, существенных, запланированных давно. Кроме того, серьезно ограничен доступ к иностранному капиталу, да, то есть и с той точки зрения, что компании не могут получить иностранное финансирование, они с той точки зрения, что инвестиционные проекты иностранных компаний в России сворачиваются в связи с их уходом. И даже многие компании, которые не ушли с российского рынка пока, они инвестиционные проекты здесь все равно сворачивают, потому что, в частности, тоже высокий уровень неопределенности, чем выше уровень неопределенности, тем хуже себя чувствуют инвестиции. Ну, и кредитная активность, естественно, на этом фоне тоже замедляется. Вот. Соответственно, что касается платежного баланса и бюджета, в начале весны, весной российская вот эта ситуация и начавшийся конфликт, и санкции, и экономический кризис в России приводят к серьезному росту цен на нефть, потому что мир начинает нервничать, непонятно, какова будет ситуация на рынке. Цены на нефть растут, и одновременно с этим существуют ограничения на импорт в российскую экономику зарубежных товаров. Ограничения импорта растут, цены на нефть растут, доходы от экспорта тоже растут. И так у нас формируется очень сильное повышательное давление на российский рубль. Рубль начинает расти, да, в середине лета очень-очень активно это обсуждалось во всех СМИ, очень много комментариев коллеги давали по поводу того, как же так вышло, что вот у нас так все плохо, а рубль растет, да. Это, как вот Антон Валерьевич любит сравнивать, не всегда, когда температура 36,6 у больного, не всегда это означает, что это хорошо, возможно, это какие-то искажения, и температура 36,6 не означает, что больной в порядке. Вот, соответственно, мы ожидаем в ближайшее время ослабления национальной валюты на фоне введения нефтегазовых эмбарго или ограничений на импорт, да, это пока не в полной мере понятно, как это будет работать, потому что сейчас как раз наш вебинар приходится на момент высокой неопределенности в отношении будущих санкций. Ну, понятно, что точно, совершенно будет происходить снижение экспорта нефти и газа России в западные страны, при этом переориентировать весь этот экспорт на азиатские страны, на азиатские рынки в ближайшее время, скорее всего, не будет возможно в полном объеме, да, поэтому мы ожидаем в скором времени ослабевания российской валюты. Вот, те же факторы влияют и на национальный бюджет, да, на федеральный бюджет. Проседают сначала не нефтегазовые доходы на фоне экономического кризиса, и затем уже в июле-августе проседают и нефтегазовые доходы бюджета. В частности, на это влияет, на бюджет влияет и сокращение подушки безопасности, да, из-за заморозки резервных эффективов Центрального банка, ну и вот это соотношение экспорта и импортам. Антон Валерьевич? Да, ну я бы тут добавил две вещи, что, во-первых, с валютой мы действительно ожидаем снижения, но, так сказать, рынок в последнее время очень сильно, скажем так, волатилен, назовем это в цензурных выражениях, как из-за того, что у регулятора и крупных институтов меньше возможности проводить сделки по более традиционным валютам, так и в том, что приходится выполнять сразу много задач, при этом сама валюта на рынок притекает, но при этом проблема, что, как бы, сейчас часто играет роль, как проводится платеж, и чтобы это устаканилось, требуется достаточно большое время. Поэтому сейчас, скорее всего, мы, как бы, ждем в среднем некоторого ослабления, но при этом мы не ожидаем, скажем так, событий масштаба весенних, при этом конкретные падения могут быть достаточно существенны. Значит, и второе, надо, опять же, понимать, что сейчас валютный курс является, ну, скажем так, менее репрезентативным, потому что по факту действуют достаточно сильные разницы, например, между курсом по наличности, курсом при всяких сложных проводках, и понятно, что это для крупного корпоративного бизнеса играет меньшее значение, чем для малого или для физлиц, но все равно, как бы, это тоже фактор, это тоже формируется благодаря санкциям. Я понимаю, что это вещи достаточно очевидны. Нужно понимать, что сейчас мы живем не в том, как бы, хорошем, быстром, качественном рынке, в котором, так сказать, сделки занимали доли секунды, и транзакции проходили за минуты и, в крайнем случае, часы, а в таком, вот, как это сказать, несколько деградировавшем по совокупности обстоятельств и больше зависящем от ограничений, чем от технологических возможностей рынке. Да, собственно, вот продемонстрирую сразу же графичек в поддержку. Да, здесь невооруженным глазом, в принципе, уже видно большую волатильность курса российского рубля. Да, ну, понятно, что есть показатели, которые свидетельствуют формально об этом. Соответственно, курс рубля действительно весной 2022 года существенно ослабляется в начале весны, и уже в апреле постепенно начинаются обратные процессы на фоне замедления потребления, на фоне замедления спроса, начинают на экономику давить дефляционные факторы, тоже, опять же, на фоне замедления потребления, и, с другой стороны, баланс экспорта и импорта, да, начинает меняться, и, соответственно, постепенно инфляция замедляется, в частности, из-за того, что укрепляется курс валюты, да, то есть летом, да, можно было, в конце весны летом можно было посмотреть, и сейчас, в принципе, примерно похожая ситуация, сейчас чуть сложнее посмотреть, что многие дефляционные именно процессы, они связаны именно с снижением уровня цен на товары, которые импортируются в Россию, то есть зависят от курса рубля, да, а при этом инфляция в товарах, которые произведены на территории России, она сохранялась примерно на, ну, каком-то там разумном уровне 7-10%, вот. И рост инфляционных ожиданий очень сильный мы могли наблюдать в начале весны, да, ну, вот здесь на графике даже этот участок пропущен, потому что Центральный банк не мерил в тот период инфляционные ожидания, ну, может быть, мерил, но не публиковал, да, по понятным причинам, вот. А, нет, извините, извините, это неправильно говорю, да, вот этот пик инфляционных ожиданий, вот он виден здесь на графике, вот он. И постепенно сейчас в начале осени, в конце лета постепенно инфляционные ожидания снова начинают расти, что, в общем, для Центрального банка российского дает некоторый смешанный сигнал, ну, вернее, сигнал о том, что инфляционное давление может потихоньку снова нарастать. Да, соответственно, санкции повлияли на разные макроэкономические сферы российской экономики и также повлияли и на различные отрасли, и тоже это влияние различается. Здесь вот в табличке представлено несколько ключевых отраслей российской экономики и, соответственно, я не буду, наверное, проговаривать все третьи факторы, которые влияют и последствия санкций. Наверное, самое интересное в этой таблице – это бутылочные горлышки, да, то есть какие-то такие самые узкие моменты для отрасли, как, например, для нефтегазовой отрасли узкий момент, это страхование танкеров, да, и наличие флота и инфраструктуры для переориентации поставок на азиатские рынки, да, то есть нефтегазовая отрасль себя будет чувствовать хорошо, если сможет переориентироваться на азиатские рынки, однако инфраструктура сейчас для этого не готова. И то, насколько быстро она появится, это как раз и есть бутылочное горлышко. Для машиностроения бутылочным горлышком мы, пожалуй, сочтем замещение уникальных технологий, потому что ограничение импорта высокотехнологичных товаров в совокупности с уходом компаний, которые эти товары поставляют, оно машиностроение ставит в такое тяжелое место, да, где оборудование вроде как есть, но эксплуатацию этого оборудования не всегда возможно, за неимением каких-то запасных деталей, невозможности что-то заменить, починить и так далее. Соответственно, в отрасли высоких технологий, наверное, самое узкое место – это отток высококвалифицированных кадров, как раз в связи с тем, что очень-очень меняется положение на рынке труда, уходят и компании, что тоже влияет на отрасль высоких технологий, и из России уезжают высококвалифицированные специалисты. В отрасли торговли в целом последствия, санкции схожи с последствиями пандемии, да, тоже меняется товарная структура, ну, соответственно, часть производителей уходит с рынка, ритейлерам необходимо менять ассортимент, как-то ждать, пока потребитель к изменению этого ассортимента привыкнет, и с другой стороны необходимо налаживать новые логистические цепочки, что, в общем, затруднено, да, там, с западными партнерами, это совсем тяжело сейчас. И узким местом, таким бутылочным горлышком мы бы назвали переход на российские информационные системы, да, потому что зарубежные информационные системы в массе своей больше недоступны российскому клиенту, да, поэтому необходим переход на российские информационные системы, ну, при этом они есть, да, как бы здесь не требуется сначала какой-то большой этап импортозамещения проходить, но, тем не менее, это процесс, это процесс тяжелый. В металлургии, соответственно, тоже проблема экспорта, невозможность экспортировать в прошлом объеме, и еще и мировая конъюнктура неудачно сказывается на российских металлургах, да, соответственно, ключевые какие-то, ключевое бутылочное горлышко, это тоже логистика и платежи, да, то есть невозможность в полной мере хорошо осуществлять транзакции финансовые. В сельском хозяйстве затруднен экспорт зерновых, затруднен доступ к сельскохозяйственному оборудованию, да, причем эта сфера такая, с точки зрения санкций, может быть самая подвижная, потому что сельское хозяйство считается таким, такой ключевой отраслью для мировой продовольственной безопасности, в частности, Россия достаточно существенный игрок, поэтому Евросоюз вот недавно снова ослабил санкции в отношении российских удобрений, вот. Но в любом случае российские сельскохозяйственные производители чувствуют себя неважно, и ключевое бутылочное горлышко, ну, здесь два мы их выделяем, это поставка импортных сельскохозяйственных материалов, генетического материала для животноводства и так далее, и так далее, и проблема комплайенса зарубежных контрагентов, которая на самом деле, это проблема для всех отраслей, это проблема для всех российских производителей и компаний, что зарубежные контрагенты больше не могут работать с прежней скоростью с российскими компаниями, потому что необходимо соблюдать протоколы риск-менеджмента, необходимо проводить дополнительные проверки, и это сильно затрудняет экономическую активность. Вот, собственно, по отраслям, если Антон Валерьевич хочет что-нибудь добавить, микрофон. Соответственно, хотел добавить в целом, тут поступил вопрос, что вы специально не делите санкции на персональные и секторальные. Во-первых, в докладе это есть, как бы более подробно, во-вторых, эффект для, как сказать, тех отраслей, где те компании, которые находятся под в той или иной форме персональными санкциями, занимают доминирующее положение. Там, что называется, что персональные, что секторальные, разницы большой нет именно по эффекту. Понятно, что там тотальный запрет на экспорт или импорт конкретного товара, он, так сказать, четко очерчивает, как бы ударяет по всей отрасли. Если санкции персональные, дальше возможны варианты. Например, рост транзакционных издержек обеспечивает и то, и другое, негативные последствия на макроуровне приводят то, и другое. А у нас, как бы, почти все, что оказалось под персональными санкциями, оно, что называется, только, так сказать, дополняет секторально. Так, значит, соответственно, следующий, соответственно, тогда, наверное, мы, как бы, импульс-доклад уже провели, соответственно, давайте тогда зададим вопрос уважаемым гостям, соответственно, наверное, хотел бы обратиться к Марселю с вопросом, как, соответственно, смотрится текущая санкционная ситуация, но в первую очередь в энергетическом секторе, учитывая то, что сейчас, как сказать, обсуждаются разного рода меры и, так сказать, форматы ценового потолка и очень дискуссионно, насколько удастся их реализовать именно по, так сказать, этой причине разного рода, так сказать, достаточно хитро закрученные запреты и ограничения именно в топливном секторе, потому что если в финансовом секторе у, скажем так, запада в широком смысле возможностей очень много, то в топливном, опять же, не будем, как сказать, вернее, все равно придется обсуждать последние, скажем так, события в Балтийском море, но если говорить про формальности, то ресурс у, скажем так, западной инфраструктуры существенно меньший, то есть если в финансовом секторе Соединенные Штаты и Британия в меньшей степени до сих пор являются гегемоном, то, например, в топливном секторе это далеко не так. То есть вот как видится эта ситуация, этот рынок и вообще в целом, как это сказать, структурная трансформация? Да, хорошо. Спасибо, Антон, за приглашение и за интересный доклад. По поводу нефтегаза. То есть несколько тезисов. Соответственно, ситуация довольно сильно отличается, что происходило в нефти и в газе. То есть нужно как бы их сразу же разделять. Во-вторых, в заглаве доклада тоже говорилось о том, что экономика оказалась довольно устойчива, и это касается и нефтяного сектора. То есть там было сильное падение добычи в апреле, но потом, соответственно, в течение лета более или менее все, ну, не все восстановилось, то есть не вернулось до уровня февраля, но тем не менее добыча росла. Основная причина устойчивости нефтяного сектора – это то, что фактически сейчас на глобальном рынке есть дефицит предложения. То есть нету возможностей, по сути, просто заместить те объемы, которые выпадают из России. Поэтому, собственно говоря, тем или иным способом, если нету какой-то альтернативы, то это будет перетекать на какие-то другие рынки, смешиваться с танкера на танкер, перекладываться и так далее. И, соответственно, в принципе, действует, по сути, рыночный механизм в виде дисконта. То есть российская Юрлс торгуется с дисконтом, и это, собственно говоря, создает большие стимулы для всех участников, которые готовы покупать российскую нефть, ее покупать. То есть, собственно говоря, такой балансир возникает в виде дисконта. Соответственно, Анастасия тоже говорила по поводу бутылочных горлышек и ограничений, которые могут возникать с точки зрения инфраструктуры. Ну, то есть мы в целом изучали подробно этот вопрос, пытались понять, насколько ли критично это будет ситуация, когда будет вводиться эмбарго с декабря, с февраля. Вот. И, ну, в целом, да, наверное, часть, ну, то есть экспорт пострадает, но я не думаю, что он пострадает очень сильно. То есть и в целом люди, которые, ну, там, допустим, люди типа Рисса, да, типа Плер, которые занимаются таким как бы подробным анализом, они тоже, ну, то есть, допустим, Рисса считает сейчас, что будет в следующем году потеря одного миллиона баррелей в сутки экспорта. Вот. Но мне кажется, что скорее ситуация будет получше. Вот. И пострадают в первую очередь нефтепродукты, вот, потому что часто смотрят просто на сырую нефть и как бы не обращают внимания, что есть еще большой экспорт нефтепродуктов, и, соответственно, нефтепродукты будут страдать в первую очередь, и это, ну, да, тоже проблема с точки зрения, там, отдельных НПЗ, с точки зрения отдельных регионов. Соответственно, что касается прайс-кэпа, который сейчас как бы обсуждается, планируется его вводить, вот, детали пока неизвестные и непонятные, соответственно, непонятен уровень прайс-кэпа, непонятен механизм контроля и как это будет реализовано, да, ну и, соответственно, непонятно, присоединится ли кто-либо еще за пределами стран недружественных. Вот. Но при этом есть позиция российского руководства, которое говорит, что если кто-то будет вводить прайс-кэп, мы, собственно говоря, не будем поставлять. И, ну, как бы краткосрочно такая стратегия, она вполне рабочая, да, то есть она будет просто приводить к тому, что цены подрастают, вот, и, соответственно, как бы это нивелирует эффект от возможного сокращения объемов. Но при этом надо понимать, что сейчас фактически Россия поддерживает ОПЕК+. То есть, ну, и ОПЕК, в частности, ну, то есть они об этом не говорят, но фактически они против механизма прайс-кэпа, потому что они понимают, что дальше потом могут прийти за ними, вот, и, соответственно, картель со стороны покупателей – это та угроза картелю со стороны производителей. Поэтому, ну, и, собственно говоря, в частности, допустим, нефтепродукты российские, которые, ну, вот, страдают из-за того, что европейский рынок там закрывается, вот, они в том числе ориентируются, ну, на Ближний Восток, вот, и, собственно говоря, происходит такой, как бы, трансфер, да, то есть Россия поставляет на Ближний Восток там, вот, а, соответственно, ближневосточные производители поставляют там, либо сами, ну, как бы, потребляют, либо экспортируют куда-то дальше. Вот, ну, это вкратце то, что по нефти, вот, соответственно, по газу. По газу фактически, ну, западные страны не вводили санкции, и те ограничения, которые есть, это в первую очередь, ну, действия России, да, то есть Россия там вводила платежи в рублях, там, отключала те страны, которые не готовы, соответственно, ввела санкции против, там, Европолгаза, что остановило, ну, Польша тоже ввела, да, и в итоге Ямал-Европа тоже остановился, как бы, и не работает. Соответственно, да, сейчас есть ситуация по Северному потоку и так далее. Вот, соответственно, ну, из-за того, что европейский рынок был так сильно зависим от европейских, от российских поставок, да, то есть там 40% потребления приходилось нам на российский газ, то эта стратегия, ну, она вполне работала, и, собственно говоря, Газпром получал в последние месяцы, ну, рекордную выручку, просто потому что цены компенсировали падение в объемах. Но это, как сказать, это работает до поры до времени, да, потому что, ну, сейчас фактически объемы поставок, которые идут сейчас через Украину и через турецкий поток, ну, они там в пять раз меньше, чем было того, что в прошлом году. Ну, и, соответственно, то есть необходимо, как минимум, цена, ну, там, в пять раз больше по сравнению с прошлым годом, чтобы компенсировать. Или больше даже. Вот, поэтому, собственно говоря, ну, это, у этой стратегии такой ограниченный срок жизни. И, ну, мы думаем, что, как сказать, ситуация, видимо, особо не изменится. Вот, российский, ну, то есть европейский рынок, он будет постепенно, ну, как бы, закрываться, то есть будет, произойдет в течение, там, нескольких лет, такое разделение, да, соответственно, Европа будет жить, там, ориентироваться на СПГ с высокими ценами, то есть понятно, что у них сейчас структурно будут высокие цены, и это, ну, создает всякие проблемы для экономики, но там всякие предположения, которые у нас, там, часто как-то есть про то, что, вот, там, Европа замерзнет и все такое, но это, так сказать, ну, это не будет, но экономика, естественно, будет страдать. Соответственно, Россия, Газпром, ну, это будет становиться компанией, в первую очередь, ориентированной на внутренний рынок, потому что, ну, собственно говоря, альтернативы, куда можно перебросить этот газ, они очень ограничены. То есть, фактически, из той инфраструктуры, которая есть сейчас, это, ну, Турция, немножко Центральная Азия, но в целом надо понимать, что все эти рынки, на них цены сильно ниже. То есть, даже Китай, который там обсуждается, вот, Сила Сибири 2 и так далее, да, ну, те цены, по которым сейчас Россия продает в Китай, они там кратно ниже того, что есть в Европе. Поэтому, собственно говоря, даже если происходит переориентация каких-то объемов, то потеря в цене еще происходит довольно существенно. Вот, но при этом надо понимать, что, ну, Сила Сибири 2, по нему контракта нету. Соответственно, Силу Сибири 1 строили 5,5 лет. И, ну, да, то есть, если даже сейчас, в этом году, допустим, будет заключен контракт долгосрочный по Силе Сибири 2, ну, это окей, там, 5 лет. И, соответственно, это в ближайшие годы никак ситуацию не меняет. Поэтому по газу, да, я думаю, что Газпром это будет становиться такой компанией, в первую очередь, ориентированной на внутренний рынок. Отчасти мы это видим. Уже там принимаются решения, там, по повышению регулируемых цен, повышение НДП и так далее. Но, собственно говоря, делать нечего, что-то нужно менять. Вот. Вот. Ну, и прайс-кэп по газу, как бы, еще более идея странная. Вот. И я думаю, что ее не будет. Ну, европейцы вроде бы от нее отказались. Так. Не слышно? Все. Двойной микрофон, да. Соответственно, спасибо, Марсель. Соответственно, сейчас хотелось бы спросить Антона, как видится из, соответственно, Института экономики роста и, собственно говоря, там, строительского клуба, то есть объединение, которое, скажем так, более бизнесовое и, скажем так, менее ориентированное на такой, как сказать, крупный экспортный сектор. Как видится текущая ситуация, а главное, что можно сделать? Минутку. Включился? Да, да, да. Антон. Приветствую, Марсель. Приветствую, Анастасия. Приветствую, уважаемые участники вебинара, уважаемые слушатели. Приветствую. Да, Институт экономики роста. Ну, во-первых, спасибо большое за прекрасные и профессиональные доклады и Анастасии и Марсели. А Марсель вообще очень хорошо расписал, что происходит на нефтегазовом рынке. Вот я как раз думаю сейчас, что нам в экономике, в аналитике экономической, конечно, очень нужны профессионалы, которые разбираются в деталях конкретных секторах, потому что информации на самом деле доступной и объективной стало куда меньше. Но, тем не менее, пока она была, Институт экономики роста, конечно, тоже сразу подключился к анализу того, что происходит, да и к выработке предложений того, что можно сделать в этой ситуации. И, в общем-то, где-то я даже скажу, что нас чуть-чуть услышали. Действительно, все примерно так, как говорит Анастасия, да, с точки зрения того, что, в общем-то, ну, как средняя температура по больнице, она оказалась не такой плохой, да, как ожидалось изначально. Но по секторам очень сильно все варьирует. И, если вы помните, возможно, кто-то смотрел или присутствовал на Столыпинском клубе, который мы проводили еще в апреле, там детально рассматривали, да, ситуацию по импортозамещению, по состоянию отраслей. И, в общем-то, так, как там все было описано, так все и получалось. Я, чтобы вот очень так по-простому попробовать объяснить, что происходит, специально подвинул флипчарт и попробую как бы нарисовать очень просто, что такое вообще экономика, да. То есть вот сверху я нарисую вот этими кружочками. это сообщество поставщиков, производителей, да. Это они наверху пирамиды, а внизу пирамиды это сообщество потребителей, то есть тех, кто потребляет то, что делают производители. И, соответственно, весь экономический процесс там, тут очень много прокладок, прослоек, тут есть расчетные системы, тут есть посредники, да, там вот в рыночной системе это какие-то, значит, тоже такие вот торгово-сервисный сектор. В командных экономиках это госменеджеры, которые, значит, лучше знают, что нужно потребителям и дают сигналы сюда. Да, но в целом это вот, вот потребитель дает сюда сигнал, да, о том, что ему нужно, производитель это делает и возвращает потребителю, условно говоря, товары, услуги, да, и все это собирается на каких-то там неких складах, да, как вот по-простому склад товаров и услуг. При этом это одни и те же люди, да, то есть производители это группы потребителей, которые объединились для того, чтобы производить. Вот что произошло в нашей экономике в связи с санкциями? Еще вот так вот можно это вот отгородить, да, границами. Вот это вот, читаем, Россия, да, это санкционные страны, а это вот так называемые дружественные страны. Что, по сути, у нас произошло? Потому что потоки шли не только внутри России, они шли еще от российских производителей к потребителям в санкционных странах, они шли, значит, запросы от российских потребителей к производителям в санкционных странах, да, ну и, соответственно, с дружественными было примерно то же самое. И что случилось? То есть, по сути, значит, вот эта возможность, да, во многом передавать сигналы от российских потребителей к производителям в санкционных странах, она, ну, так скажем, частично элиминировалась. И то же самое, да, то есть... прохождение сигнала от потребителей в санкционных странах в Россию, и, соответственно, поставки из России товаров, да, на эти санкционные рынки, оно тоже стало очень сильно затрудненным. В общем-то, какой выход, да, во всей этой истории, он напрашивался и был возможен. Это, значит, во-первых, получать сигналы от потребителей в дружественных странах, перенаправлять потоки туда, и, соответственно, брать из дружественных стран, да, то, что выпало из поставок от недружественных стран. Вот это вот вся такая краткая суть произошедшего кризиса. Более того, он такой, он не финансовый кризис, который произошел. Это чисто такой структурно-политический кризис, достаточно беспрецедентный, в котором Россия, вот она, по сути, должна была делать это. И третье направление, да, которое есть, это, собственно говоря, вот вместо производителей, которые есть в санкционных странах, пытаться перекидывать вот то, что они раньше делали для российского рынка, делать своими силами и, соответственно, удовлетворять спрос, который идет сюда, да, отсюда, с российского рынка, тоже своими силами. Вот основные направления. Значит, что, по сути, у нас сделало правительство для того, чтобы вот эти все процессы запустить? Не только правительство, но и, конечно, бизнес. Бизнес сейчас, да, вот мы вот сейчас находимся в той точке, когда у нас еще прогноз по ВВП минус, сколько там, минус 2,9, да, по-моему, по Минэкономразвитию. Ну, с учетом последних событий, конечно, этот прогноз, возможно, придется пересмотреть, потому что мы сейчас понимаем, что будут трудности на рынке труда, да, то есть и общая неуверенность добавляется, что это ухудшает перспективы инвестиций. Но, тем не менее, почему вот это вот минус 2,9, достоверное, оно не достоверное, но действительно ситуация и прогнозы, они объективно улучшались. Почему это смогло произойти? Во-первых, потому что, первое, значит, удалось, да, вот от российских производителей, то, что мы всегда, значит, соответственно, традиционно поставляли, это сырье, это металлургия, ну, там, вооружение, да, то есть наши традиционные основные экспортные товары, удалось частично перенаправить сюда, вот на эти дружественные рынки, и даже бывает так, что это уходит на дружественные рынки, а потом перетекает с дружественных рынков на недружественные рынки, но так как там, как Марсель заметил, есть определенный дефицит, это работает, и никто этому особенно помешать не может. И, с другой стороны, получилось, да, то есть вот от производителей дружественных стран, по сути, получать вместо этого то, что выпало от производителей недружественных стран. Надо сказать, что здесь это все достаточно быстро и оперативно заработало, в том числе через механизмы использования криптовалют, через те банки, которые остались неподсанкционными, в том числе такой один наш банк самый главный, Газпромбанк, все очень сложно, но оно все-таки как-то идет. Да, 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 да. Вот, на самом деле, может быть, просто в силу, так сказать, структуры вебинара, вот, на самом деле, очень четко как бы прописано, что происходило, вопрос, как бы, может быть, перейти к тому, что в итоге произошло, и в каких секторах, скажем так, наибольшие проблемы, вот, вернуться к проблеме бутылочных горлышек, потому что, как сказать, где успехи, в общем, мы более-менее знаем, вернее, там мы меньше всего чувствуем изменения, а вот, что называется, где самые сложности, а самое главное, что делать, потому что, опять-таки, то, что нужно заменять рынки, где осмыслено импортозамещение, где осмыслено закупки, закупки, соответственно, на несанкционных рынках, вот, как, так сказать, и что является слабыми местами? Может быть, сдвинуться в этом направлении? Я все-таки, да, вот я с картинками уже не буду дальше, но я все-таки доставил на картинки, потому что, я чего хотел подчеркнуть, то, что не так все сложно, в принципе, в экономике, да, вот, как она сконструирована, что в России, что на Западе, чтобы считать, что даже такой сильный кризис, он неразрешим. В мире было очень много кризисов, и, поверьте, их разрешали. И, соответственно, хорошо, что мы начали двигаться в этом направлении. Теперь вопрос в том, что как и где мы стали двигаться успешно, как и где мы стали двигаться менее успешно. Значит, естественно, значит, более успешно мы стали двигаться там, да, вот в части того поставок нашей продукции на другие рынки, там, где невозможно, сложно нас ждать, там, где товары востребованы, и это, конечно, нефтегаз, это алюминий, это удобрения, это продукция сельского хозяйства, да. И здесь есть и встречное движение, да, то есть под эти отрасли и поставки необходимых комплектующих, сырья и так далее, для того, чтобы эти отрасли работали, да, они все-таки каким-то образом оттуда, из тех стран, которые закрыли эти поставки, они осуществляются, потому что на той стороне тоже понимают, что если этого всего не будет, то на этих рынках может происходить реальный кризис, и как-то все-таки это проходит. Вот где у нас наибольшие проблемы оказались, это где мы, условно говоря, пытались здесь делать какую-то продукцию в России, предназначенную на внутренний рынок. И в первую очередь это, конечно, машиностроение, да, потому что мы от западных, иностранных поставок зависим там на 90%, они от нас не зависят вообще никак. И вот там, где их встречное движение, им абсолютно невыгодно, этого встречного движения меньше всего. И мы понимаем, что у нас автомобили, там производство упало в отдельные месяцы на 90%. Надо сказать, что с автомобилестроением легковым у нас все и так было не очень хорошо. И автомобили мы в 2019 даже году производили куда меньше, чем мы производили в 2012 году. А тут рынок еще больше деградировал и показал, что состояние этой отрасли у нас изначально, да, она шла немножко не туда. Мы просто все-таки в основном собирали здесь из иностранных машинкомплектов, ну, с определенным литьем, да, российским, именно по железным деталям, собирали для внутреннего рынка. Вот. То же самое произошло в авиаотрасли, отчасти это произошло, да, в отрасли, химической отрасли, которая настроена на внутренний рынок. То есть самые серьезные у нас, конечно, проблемы создались в тех секторах, где мы пытались здесь, в России, на основе импортных технологий, а так не только мы делаем, так, например, делает Турция, да, которая очень много производит у себя, но все это в основном, это и основано и на технологиях, и на сырье комплектующих иностранных. Вот эти сектора, конечно, больше всего пострадали. Тут большой вопрос, насколько они значимы вообще для России, да, то есть, условно говоря, вот те же автомобили, да, у нас упало производство, да, у нас закрыт пошлинами импорт, но ведь на самом деле это же все легко изменить. Ведь так как у нас пошлина на обвозимые автомобили составляет примерно стоимость этого автомобиля, вот уберите сейчас пошлину, и внутренний рынок насытить можно за 2-3 месяца дешевой импортной продукцией, как новой, так и зарубежной. Просто Минпромторг сейчас этого не делает в надежде на то, что все-таки какое-то импортозамещение удастся наладить. И так во многих секторах. То есть вот эти вот проблемы, которые вспыхнули, да, там, они не везде настолько серьезные для российского внутреннего рынка, потому что, собственно говоря, этот рынок при снятии определенных барьеров можно насыть. Вот. То же самое, да, там сельское хозяйство, иностранная техника. Но там проблема тоже, в принципе, оказалась относительно решаемой. Во-первых, это обходные поставки, и во-вторых, это, в общем-то, очень много, оказывается, у нас на рынке делают всяких деталей к сельхозмашинам, и это работает. Вот. Поэтому решения потихоньку, они везде находятся. Но что происходит? Да, происходит то, что мы можем в ближайшем будущем, конечно, столкнуться с определенным ужесточением, еще дальнейшим ужесточением санкций, связанным с тем, что попытаются еще более закрыть нам возможность оплаты поставок через систему SWIFT, да, и обходными путями там пока через криптовалюты, через тот же Юань, сложно будет это все замещать, потому что все больше и больше уже, как бы, эти операции научились контролировать эти страны, которые ввели против нас санкции. Опять же, по нефти и газу, ну, вопрос даже не в прайскепе, не в объемах. Дело в том, что, вот как Анастасия заметила, мы накопили огромный профицит текущего счета, да, вот в этом году. Вопрос в том, что зачем это нужно, непонятно, потому что использовать мы его в адекватной мере, мы его не можем. Ведь мы сейчас на эти деньги, на избытки, мы могли бы большими, огромными, да, там, тоннами закупать какое-то оборудование, которое предназначено для роста производительности и наращивания производства у нас внутри России, но мы этого не можем делать чисто технически, вот, от чего, собственно говоря, у нас и такой большой курс рубля. И, соответственно, вот, исходя из того, что не то, чтобы наши сектора, да, там, очень сильные, мы испытываем давление, металлургии испытываем, там, и на внешних рынках плохо, и в целом, соответственно, наша черная металлургия, это было где-то 3% от мирового производства, у нас небольшая доля, и поэтому рынок прекрасно, да, справляется, ну, без нашей продукции, вот, пожалуй, это действительно такая, одна из самых тяжелых отраслей, но все-таки главные риски, которые сейчас существуют, это дальнейшее ужесточение вот тех технических возможностей нашего российского обновления, да, которое напрашивается и которое в определенной степени даже чуть-чуть там как-то стало происходить, и вот здесь вот, да, что делать, надо думать, и прежде всего, вот, чего показал кризис, вот, Антон Валерьевич, вы слышали, что у нас за первые полугодия оказывается рост инвестиций, причем не номинальный, а реальный рост инвестиций по Росстату, ну, я не знаю, как верить, не верить, Росстату, но, тем не менее, нет проседания инвестиций, это как в такой ситуации, когда никто не знает, что будет, и никто не хочет вообще, по сути, ввязываться в российский рынок, когда у нас ушло столько иностранных компаний, которые обеспечивали достаточно серьезное число процессов, вдруг в России намечается рост инвестиций, да, мы понимаем? Ну, там частично это госинвестиции, которые уже как бы шли по накатанной, а частью это разного рода сделки, как раз с переходом от отечественных к иностранным, там как бы надо очищать статистику, я думаю, что это вот то самое разовое событие, которое... Статистику надо очищать, да, это покупки, конечно, да, госинвестиции, я смотрел, там они выросли, но не настолько серьезно, хотя, да, это и военные, там, да, инвестиции, и государственные, и больше, кстати, стало кредитов, привлеченных средств инвестиций, но все равно 48% это собственные средства предприятий. Вот я просто вот как вот предполагаю, почему возможен хоть даже какой-то рост инвестиций в этих условиях, когда никаких инвестиций по определению, кажется, быть не может. То, что наша экономика, она настолько была затыкана, настолько была сжата различными барьерами, которые над ней нависли, что даже частичное, небольшое снятие этих барьеров, как в административных процессах, так и в каких-то финансовых вопросах и потоках, оно дало невероятную возможность в условиях дичайшего санкционного давления, с которым еще ни одна страна в мире, даже Иран и Северная Корея еще не сталкивались, она дала возможность нам каким-то образом держаться и сохраняться. Что это за барьеры? Это то же самое там мораторий на проверки, который действительно работает. Это какие-то льготные программы, которые пока не такие дикие и не такие большие по кредитам, в том числе по производственным, вот декапитализировали региональные фонды развития промышленности, реально декапитализировали, причем на регион это суммы не особенно, возможно, даже большие в масштабах российских экономики, мы говорим там о триллионах, а там, ну допустим, на 500 миллионов, на миллиард декапитализируются фонды развития региональной промышленности. Далее по МСП, льготные кредиты определенные там, ну 300, 250-300 миллиардов рублей, даже меньше, чем в ковид, но дали их реально, да, в том числе на инвестиционные какие-то цели, на оборотку, реструктуризовали эти кредиты для МСП еще на 300 миллиардов, дали кредиты системообразующим предприятиям, поддержали их, когда ставка выросла до 24, там все-таки триллион где-то предоставили, потом по налогам снизили во многих регионах налоги УСН для малого-среднего бизнеса. То есть мы чуть-чуть убрали те барьеры, которые были на пути экономики, но еще остался вопрос со ставкой, да, хорошо она там 7,5, но это все равно мало, хотя ФРС там давит и топит, мы сейчас видим сколько там, 3,75, да, я уже смотрел ипотечные кредиты, там 7, 7% США ипотека, у нас льготная ипотека тоже все. Ура! Ну, догнать и перегнать Америку, да. Соответственно, хорошо, может быть, я просто, так сказать, хотел бы, может быть, пробросить, так как время у нас все-таки ограничено и, соответственно, еще надо оставить время на ответы на вопросы аудитории, соответственно, может быть, вопрос Марселю, как видится, соответственно, жизнь финансового сектора под ограничениями и, соответственно, чего ждать, то есть насколько, скажем так, вот оказалось, что платежная система, например, по сравнению с 2014 годом, то есть много лет как бы готовили альтернативы, в результате с бытовой точки зрения внутри страны практически как бы никто ничего не заметил от ухода визы и мастер-карт, хотя случись то же самое в 2014 году, даже при меньшем проникновении безналичных платежей ситуация была бы значительно хуже. Соответственно, там отключение от пифта части банков, сохранение других, то есть как вот ИЭФ видит происходящее в финансовом секторе и насколько, скажем так, возможно какая-то, какая-то расшивка вот этой вот ситуации, сложившейся деньги нерезидентов, наши, соответственно, средства российских инвесторов заморожены. Есть ли какая-то, понятно, что это все требует как бы некой стабилизации внешнего фона, но вот насколько финансовый сектор способен удержаться в относительно стабильном положении, потому что удивительно, ну как бы удивительно в кавычках, что в этом году финансовый сектор примерно как при пандемии практически как бы хуже не стало. Да, спасибо, Антон, за вопрос. Вот. Ну, да, мы занимаемся, у нас коллеги есть, которые занимаются именно финансовым сектором и подробно смотрят, что да как. Вот. Ну, я думаю, что касается разного рода ограничений для нерезидентов и с точки зрения ограничений на всякие транзакции, но это все будет сохраняться. То есть я бы сказал, что общий вектор, он все равно будет такой же, как и в целом в экономике, это на такое какое-то разделение, то есть то, что происходит внутри, на то, что происходит извне. То есть, в принципе, и банки, и другие финансовые организации, они сейчас уже ориентируются исключительно на внутренний рынок. То есть, по сути, такое окукливание российского рынка, оно уже отчасти произошло и, по всей видимости, будет усиливаться. И это вполне дает возможность стабилизировать ситуацию, то есть когда вы более или менее отрезаны от внешнего мира, то, соответственно, и происходящее во внешнем мире влияет на вас в меньшей степени. Я думаю, что будет, ну и сейчас большой такой вопрос, мы, по крайней мере, часто его обсуждаем там с коллегами, и видно, что есть большой интерес со стороны финансового сектора на тематику, которая связана как раз о том, о чем говорил Антон, с разного рода расчетами, как их проводить, какие существуют альтернативные механизмы, как проводить расчеты в национальных валютах, как организовывать торговлю в национальных валютах и так далее. То есть эта тема, она старая, обсуждается давно, но по большому счету какого-то, ну, реального же, какого-то прогресса, по сути, не было. То есть, ну, там, ЦБшная статистика, которая показывала, что, там, окей, в торговле со странами, ну, ЕС, там, не знаю, СНГ, там, как бы доминирует рубль, но это такая условная, ну, кофикция была, да, потому что, ну, фактически там все равно транзакции были в иностранной валюте. Ну, или, по крайней мере, люди, как бы, продавали за рубли, но потом фактически сразу же покупали иностранную валюту. Вот, сейчас это становится, ну, уже не то, что некой такой, да, там, желаемой целью, а необходимостью. Поэтому, собственно говоря, я думаю, ну, вот разного рода механизмы, как это произ... как осуществлять торговлю, какие-то операции, там, не знаю, возможно, и с криптовалютой и так далее, это все будет нарастать. Вот, обсуждается также вопрос про то, что, вот, окей, да, если есть большой текущий счет, то, соответственно, нужно его куда-то девать, да, мы это вот уже обсуждали, что как-то, что-то, на что-то нужно это тратить. Ну, один из возможных вариантов – это как раз, там, ну, кредитование в рублях, соответственно, для того, чтобы, ну, если, допустим, у России есть энергоресурсы, да, которые она может продавать, ну, и, собственно говоря, кредитовать в рублях, решая таким образом задачу, ну, сохранения экспорта с одной стороны, а с другой стороны мы таким образом, ну, вот этот профицит валютный каким-то образом решаем, вот, ну, пока, я так понимаю, этот вопрос, ну, каких-то конкретных решений, сделок и так далее, я не знаю, но это в целом хорошая история, вот, и отчасти, ну, как раз, да, может быть, что, ну, там, была же идея про этот глобальный финансовый центр в Москве, вот, ну, собственно говоря, кредитовать, там, Турцию в рублях, вот, может быть, ну, идея странная, но, по крайней мере, ее можно обсуждать. Ну, во всяком случае, лучше, чем покупать лиры в текущем моменте, да, и создавать в них резервы, вот, это тоже, как я понимаю, эта мысль иногда приходит в голову. Соответственно, вопрос, вопрос к Антону, соответственно, ну, как бы, как это, малые дела в плане, здесь, как бы, сократили, 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 здесь опять заморозили проверки, как говорится, это, как сказать, это, в общем-то, с одной стороны, действительно, дело хорошее, с другой стороны, это, как на плакатах, что, соответственно, что делать, надо заваривать чай, вот, если не знаешь, чего делать, то, соответственно, объяви о моратории на проверке, работает универсально. Значит, кредиты, что делать для поощрения, для, соответственно, наполнения рынка и структурной трансформации? То есть, понятно, что, например, с теми же автомобилями и пошлинами вопрос сложный, потому что, с одной стороны, есть потребители, с другой стороны, есть, с другой стороны, есть, как это сказать, отраслевые интересы, рабочие места, пусть даже потенциальные, и все остальное. Грубо говоря, недаром столько лет душили импорт поддержанных автомобилей и требовали локализации. В конце концов, как бы, заводы были от санкционных стран, будут от несанкционных. Вопрос, опять же, вопрос в издержках. Что можно сделать, при этом не расширяя бюджетное ассигнование, потому что правильно пишут, что приоритеты бюджета сейчас несколько другие. И, как бы, денег нет, но держаться надо. Спасибо, что вернулся ко мне. Но я так скажу, что бюджетное ассигнование все равно расширили, и мы же видим, да, на этот год или на следующий дефицит 3 триллиона, да, 29 триллионов уже дефицит, и его финансировать планируется за счет ОФЗ. Но вопрос в том, что мир, весь мир так делает, и ничего, живет. Вот только Великобритания сейчас собирается сколько? 150 миллиардов фунтов выделить на компенсацию, значит, удорожание энергоресурсов и занять это, значит, на внутреннем рынке у населения, у Центробанка. Это уже второй вопрос, да, то есть ассигнование бюджетное в любом случае придется увеличивать. Тем более, самая главная проблема, да, то, что у нас все-таки до сих пор Центробанк не очень хочет через ставку участвовать вот в этой структурной трансформации, потому что вот какие красивые слова бы не были, ставка остается достаточно высокой, залоговые эти требования к резервам банковским остаются еще на уровне базы Литри, достаточно высокими, и дешевых денег, ну, априори их нет за счет Центробанка, кое-что чуть-чуть есть за счет вот как раз бюджетных ассигнований. Но в целом, да, вот в целом, то, что у нас сейчас вообще мы получили, мы получили еще один феноменальный источник регулирования нашей экономики. Это capital controls. То, что долгое время считалось табуированным, да, и то, что, кстати, работает в Турции лет 30 уже, контроль движения капитала, там, каждую сделочку надо одобрять, потому что у них, у нас-то профицит вечный, а у них и дикий дефицит, да, торгового баланса, и они вынуждены контролировать потоки валюты, потому что иначе они совсем обанкротятся. У нас была полная свобода передвижения капитала, а теперь у нас свободы передвижения капитала нет, причем с двух сторон. Как мы ввели ограничения на движение капитала, так и, значит, те, кто этот капитал производит. Беспрецедентная история, и тоже она не красит финансовый этот мир международный. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Вот в условиях, когда мы регулируем еще потоки капитала, и, по сути, мы сейчас регулируем валютный курс, от которого у нас было огромное количество проблем, потому что волатильность, вот как говорила Анастасия, что в этом году, что раньше, прежде всего она была связана именно с импортируемой инфляцией, да, и так далее, с другими историями, которые происходят на международных рынках. Сейчас мы отрезаны от международного рынка. Боятся того, что у нас какие-то там, да, там допобюджетные вливания или снижение ставки у нас вызовет инфляцию. Простите, на чем это основано? На это не основано просто ни на чем, потому что раньше у нас это все конвертировалось в рост импорта, теперь мы мечтаем о росте импорта. Мы хотим наращивать импорт, у нас не получается, да. Поэтому мы отгородились от другого мира, у нас совершенно новая жизнь, у нас новая система вообще, в принципе, ценностей. Раньше ценности были за работой, ты гражданин, ты предприниматель, конвертируй в доллары, в евро, и тихонечко держи или в России, или выведи за рубеж это, и там уже живи. У нас с дивидендами огромное количество денег выводилось. Фиктивным импортом, у нас импорт, да, упал у нас импорт. Вы знаете, у нас импорт на первом месте, что всегда в импорте было. Какие-то котлы ядерные и прочая там номенклатура технологическая, больше 40 миллиардов. У нас телеки, одежда, обувь, то, что мы считаем вот это вот ушло с нашего рынка по импорту, да это мизер вообще в нашем доле. Этот импорт, который у нас в России был, он абсолютно непонятный, чем мы импортировали, импортировали, сколько там фиктивного импорта было, тоже непонятно. И от этого было очень много проблем. Теперь таких проблем нет. Поэтому что делать, чтобы мы вот восстановили вот эту вот цепочку, да, которую я нарисовал. Ну, во-первых, надо утилизировать, действительно, как Марсель говорит, тот поток валюты, который к нам все-таки поступает, и как-то мы можем использовать. За счет чего это можно делать, да? Это можно делать, ну, правильно, за счет как кредитования там вот наших партнеров, в рублях, чтобы они потом на эти рубли у нас что-то брали. А можно давать вообще бесплатные деньги. Вот определить нам здесь приоритеты, вот это приоритеты, это приоритеты, то, что у нас хуже всего работает, но то, что нам нужно. И туда давать бесплатные деньги, ну, под нулевые кредиты, там, под один процент, под три процента. И, кстати, частично есть просто в больших объемах на импорт оборудования, на импорт технологий, на импорт патентов. Вот Япония в свое время выехала, они скупили по миру все патенты, которые были, просто купили тупо патенты, доработали их. Но сейчас санкции мешают. То есть, конечно, как бы пожар способствовал много к украшению, вот, но все-таки есть вопросы о санкциях, а главное с бюджетными деньгами и с бесплатными деньгами вопрос, как их будут выделять. Потому что тут, как бы, с эффективностью проблем достаточно много. Ну, как бы, это тема вечная, а не тема ни нынешнего вебинара. Я бы сказал так. Я тебе так скажу, что есть такая поговорка, да, что вот кое-что там кому-то мешает. Слушайте. Но ведь это все надо было делать до санкций. Мы же это прекрасно понимаем, что вопрос-то по структурной трансформации нашей экономики, он назрел не в этом году, и не в прошлом, и даже не в позапрошлом. Он назрел очень давно, и мы все, Столыпинский клуб, да не только Столыпинский клуб, и даже правительство у нас это, да, все об этом говорили очень долгое время. Но пока мы не получили вот этого вот, так называемого, импульса, ведь в достаточной степени трансформации никаких не происходило. Да, теперь нам санкции мешают, но оказалось, что нам запустить эти процессы, нам нужны санкции, потому что без них мы ничего, ничем не занимаемся. Но это не только России касается, да, это когда пролетел первый спутник на США, там поняли, что надо заразвать технологический сектор, и дали туда нулевые налоги. Ну, в общем, в общем, можно, так сказать, можно, на самом деле, роль жареного петуха в любых, как это сказать, и его клевания в проведении экономической политики, я думаю, это отдельная и очень, как это сказать. Да, неоценимая эта роль, к сожалению, когда все было понятно, что надо делать раньше, теперь это. Но теперь и надо сделать это, да, вот определить приоритеты, дать туда ресурсы, соответственно. А с другой стороны, понимая, что у нас спрос, да, сейчас проваливается на фоне неуверенности, вообще меняется модель потребления, люди не понимают, чего ждать от этой жизни, в плане того, что раньше это было там, ты накопил там на домик где-нибудь за границей, или на домик в России, там, когда ты ушел на пенсию, да, у тебя были одни ориентиры, сейчас другое, в чем хранить сбережения, на что тратиться сейчас, тоже непонятно. Вот надо давать сигналы и поддерживать, и спрос. Но отчасти он поддерживается, да, там, нарастили социальные расходы, опять же, через военный сектор тоже кое-что идет. Вот. Ну, две компоненты. Поддержка спроса, поддержка предложения. В общем, понятно. Так, адекватным количеством ресурсов это обеспечить. Вот. В том числе через цифровой рубль, потому что цифровой рубль гарантирует прозрачность расходов, когда обычный рубль прозрачность не гарантирует. Вот решения, они, в принципе, есть. Хорошо, да. Спасибо. Значит, есть ли какие-то вопросы от аудитории? Там есть вопросы, Антон, некоторые по энергетике, если... Да, да, да. Вот я хотел бы их тогда переадресовать, соответственно. Соответственно, к вопросам, да, к вопросам по энергетике, насчет ВПК тоже, как сказать, попробуем ответить. Да, то, с чего нефтепродукты пострадают, топливо зимой необходимо. Смотрите, в чем проблема заключается. В том, что всегда есть выбор, альтернатива. Либо экспортировать сырую нефть, либо как бы перерабатывать внутри и ее вывозить. Вот. Проблема заключается в том, что те рынки, которые сейчас покупают больше российской нефти, ну, в первую очередь, Индия, которую тоже писали, и Китай, они сами крупные переработчики нефти. То есть у них есть свои НПЗ, вот. И, соответственно, они заинтересованы в том, чтобы именно брать российскую сырую нефть, а не покупать готовые продукты. С продуктами еще какая история? Что, ну, танкеров, которые перевозят нефтепродукты, их меньше, и они размерами меньше. То есть супертанкеров, на которых как бы выгодно возить на большие расстояния, это сырая нефть. Нефтепродуктов, они как бы маленькие танкера относительно. Поэтому, собственно говоря, и логистика получается дороже. Вот. И плюс, ну, понятно, что там решаются как-то вопросы, и продаются и в Турцию, и в Ближний Восток, даже в Бразилию там продают дизель сейчас российские компании. Но в целом это проблема. Вот. И это было видно и в апреле, да, когда некоторые НПЗ как раз, и там удар был по нефтепродуктам, некоторые российские НПЗ в апреле, они просто встали, они не работали. И в ситуации эмбарго, когда, собственно говоря, ну, ключевые рынки для там российского дизеля, для российского мазута будут закрываться, то это вот будет представлять проблему. Ограниченный срок у стратегии – это сколько СПГ еще построить надо? Ну, я думаю, что как раз вот по газу это скорее, ну, следующий год еще как-то можно будет прожить на остатках экспорта и высоких ценах, но уже с 24-го, соответственно, будет, ну, довольно серьезная просадка по ценам и средним ценам, я имею в виду, по которым экспортирует Россия, вот, и объемы, они тоже будут низкими, то есть, ну, мы думаем, что в этом году Россия экспортирует где-то 133 миллиарда кубометров, вот, а в следующий год экспорт будет в районе, там, 100-110, даже с учетом того, что по Силе Сибири, ну, планово идет повышение поставок. СПГ еще построить надо, ну, тут не до конца понятно, о чем идет речь, то есть, это экспортные СПГ-заводы по сжижению, просто проблема с этой идеей, она очень хорошая, вот, но, к сожалению, у России нет готовых технологий, те технологии, ну, по которым вот строились, там, Ямальский завод, Сахалинский завод, это западные технологии, вот, сейчас они недоступны. Соответственно, Новотек, да, там, в рамках Арктик-2 будет реализовывать, ну, по крайней мере, для следующих очередей, там, как бы, российскую технологию, но пока, там, непонятно, насколько она, там, будет работать нормально, да, там, сколько времени это потребует все, потому что, когда они на Ямальском заводе, использовали арктический каскад, то там возникали проблемы, и сам Новотек не был доволен. Вот, ну, а если говорить про, как бы, СПГ импортные, которые в Европе, ну, то сейчас немцы, допустим, они, ну, то есть, европейские страны, они заказывают плавающие суда, которые, как бы, принимают СПГ и передают газ уже на сушу, вот это временные решения, ну, и, соответственно, сейчас довольно активно будут строить новые терминалы, потому что, хотя, с одной стороны, мощностей у них много в Европе, там, на 200 миллионов тонн хватает номинально принимать СПГ, но они, как бы, очень, как бы, распределены неравномерно, да, то есть, основные, там, Испания, там, Португалия, Италия, там, Франция, да, там, ну, и Великобритания, окей, там, в Германии не было ни одного терминала по приему СПГ, поэтому, собственно говоря, ну, там, нужно строить новые терминалы, потому что неравномерное распределение, вот, ну, и, мне кажется, все на вопрос про энергетику. Вот, отлично, соответственно, вопрос про проблему с IT-специалистами, опять же, надо смотреть, потому что пока, как бы, рынок показывает, тот же рынок труда показывает разбалансировку, то есть, одни компании вводят, что нельзя найти людей, другие про избыток малоквалифицированных специалистов, которых, так сказать, наплодили за последнее время курсы, есть, известно, что многие, даже вполне российские компании проводят релокацию, в том числе, как бы, мужского персонала из России, и, с другой стороны, Минцифры, пожалуй, и самая эффективная в плане, как это сказать, защиты интересов отрасли ведомства сейчас. Поэтому, поэтому, соответственно, поэтому, как бы, рано что-то, как бы, говорить, вернее, не рано что-то говорить, пока, что называется, к сожалению, надо посмотреть, когда немножко, как бы, шум сойдет, потому что есть ощущение, что в разных подотраслях совершенно разные. Можно только сказать, что, если, как говорится, ситуация немножко устаканится, то очень большие, как бы, казенные, околоказенные ресурсы пойдут в развитие IT-технологий как из-за санкций, так и для, скажем так, оборонных нужд, потому что этой сфере, скорее всего, ну, так сказать, по тому, что сейчас происходит, уделялось не очень много значения, а на самом деле, как бы, она сейчас ключевая. То есть связь, технологии и все остальное. Значит, насчет ВПК-двигатель экономики, ну, с одной стороны, чисто статистически, ВПК всегда, как бы, достаточно активно присутствует и, соответственно, создает спрос на практически все ресурсы и, соответственно, тем увеличивает ВВП. С другой стороны, мы, как бы, помним, у нас в свое время был, как раз вот в докладе по национальным проектам, был расчет мультипликаторов по отдельным секторам и, скажем так, оборонные расходы давали мультипликатор достаточно низкий. Анастасия Викторовна. Да, коллеги, можете поискать наш доклад по национальным проектам. Там не мы считали мультипликатором. Мы делали обзор тех мультипликаторов, которые рассчитаны по российским данным. Оборонные мультипликаторы в каких-то исследованиях, они есть положительные, в каких-то исследованиях, они отрицательные, то есть дают негативный эффект для экономического роста. Там по-разному в краткосрочном, в долгосрочном периоде они тоже, естественно, отличаются. Естественно, в краткосрочном периоде военные мультипликаторы повыше, в долгосрочном периоде чаще всего они не создают второй горб экономического роста. Как любые бюджетные расходы, они создают первый горб за счет просто совершения этих расходов и второй горб за счет появления чего-то, что провоцирует дальнейшее производство. Ну, как дорога, например, по которой можно что-то возить, военные расходы такого второго горба не создают. Поэтому возможности ВПК как двигателя экономики, они серьезно ограничены, конечно. Хотя, конечно, эффект на экономический рост, на ВВП в краткосрочном периоде они дадут, как и любые другие. Да, соответственно, вот тут есть вопрос про эффект мобилизации. Мобилизация, значит, пока рано говорить, и только можно сказать, что полноценный переход на мобилизационную экономику определяется не количеством людей, количеством людей, а от того, как сказать, что и откуда люди, до самой главной проблемы не в конкретных цифрах, а в тех же бюджетных расходах, во вмешательстве государства в экономические процессы, пока, скажем так, это все идет достаточно медленно и очень ограниченно и точно. Если мы говорим про, скажем так, организационную и финансовую сторону. Что будет дальше, ну, зависит. Про мобилизацию, наверное, надо еще сказать, что в любом случае это эффект негативный, понятно, для экономики, но понятно, что как бы неэкономическими причинами определяется необходимость мобилизации, да, поэтому вот как бы если безотносительно обсуждение там ее необходимости для экономики, это негативное событие, ну, понятно, он наращивает в том числе неопределенность, извлекает рабочую силу с рынка труда и так далее, и так далее. Да, ну, все это вещи достаточно известны и как бы понятно, что, соответственно, еще вопросы какие-то есть или уже можем закругляться? Вот. Вопросов, видимо, уже больше нет, поэтому, во-первых, спасибо нашим уважаемым гостям. Вот. Соответственно, доклад будет через достаточно короткое время опубликован на сайте и где-то, я думаю, в самом начале ноября будет следующий вебинар, посвященный как раз теме, которую мы сегодня затрагивали, а именно логистики, изменения в логистических цепочках и вообще, что происходит в нашей экономике с точки зрения как бы логистической организации и как будет происходить все это. Поэтому следите за информацией, я думаю, что будет достаточно интересно. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.